Всем привет, всем доброе утро. Мы едем в школу. Поменялись машинами, сейчас папа сядет ко мне. У нас дождь. У нас дождь. Папик идет. В общем, погода, конечно, такая вот, как будто бы осень. Но так тепло. Что? А, машина с мусором едет. Ой, блин. Убили рюкзаки, а? Садись. Я домой ее. Это ланчбоксы тяжелые. Катенька, куалу оставляем. Оставляем куалу. Катя, куалу оставляем. А то она будет мокрая на дождь. Ну, там дождя уже нет. Давайте, выходите. Ну, дядя взяла амбрелла. Да, ну, нам не надо. Смотри, дождь закончился. Катя, давай уже. Вон он автобус. Катя, вон он автобус. Катя, автобус. Катя, вон он. Вон он, все уже. Катя, да не надо ее пристегивать, Катенька. Я заберу ее домой. Давай, быстрей. Ты положишь на мою стульку. Все с нами, все как всегда. Жорик еще пока только морозится. А так все здесь. Так, я достала все, что я купила. Вот эти вот колбасы будем пробовать. Я, наконец, начистила наши разноцветные яйца. Сделала их с майонезом. О, да, уже все здесь. Так, хлебушек. Какой-то обычный, а какой-то поджаренный. Я хочу обычный. Вова обычно поджаренный любит. Так, салатик. Салатик у нас, шпинатик, помидорки черри и чуть-чуть соли. Так, это мой сок. И буду доедать шоколадное яйцо за детьми, которые они не доели. Это, наверное, много мне. Посмотрим. Может, и немного. Может, и впихнем. У нас тут все с тобой есть. А я тебе не показывала, да, какие я купила эти? Иди сюда, сейчас будем с тобой дегустировать. Я пыталась вчера Леве втюхать. Он говорит, мам, я не хочу копченую колбасу, я хочу свою корейку. Я говорю, я тебе купила корейку. Он сказал, фу, я это есть не буду, да не вообще. Была целая эпопея с этим. Ну, ладно, сейчас мы с папой будем пробовать, что это, где у нас. Так, Вовик, смотри, у нас тут делюкс хэм. Потом вот такое мяско, которое жареное, как запеченное говядина. Очень здорово, что сегодня собрались. Собрались, да, все. И, в общем, здесь, по-моему, у меня все говядина. Хэмблок. Ой, осторожно, осторожно. Каждый занял свое место. Ты же всегда там сидишь, а не заняли свое место. Мася, не выдержал. Так, это вилочки вот сюда. Вот такие вот колбаски будем пробовать. Смотри, вот этот вот поджаренный хлеб, этот не поджаренный. Это просто подогреть. Так, это тоже. Ой, можно это тоже уберу пока. Так, ну, я буду пробовать соус. Давай с соусом. Я хотела отдельно, пожалуйста, что-то попробуем. Сейчас попробуем, да. Давай. Давай, мы включили релакс. Темно, дождливо. Мася-то опять здесь сел. Мэйсон. Плазбурная и теплая погода. Офигенно. Ну, правда, дождик не люблю. Ну, дождик совсем чуть-чуть. Ну, вчера такое ветрище было. Ну, это странно. У нас в это время обычно не бывает такой погоды. Ну, сейчас будет постоянно. Лето надвигается. Так, ну что, пробуем. Ну как? Слушайте, она так тонко нарезана. Я даже не ожидала. Кошкам нравится. Ну как? Для тебя безвкусно абсолютно, да? Брысь, брысь. Брысь, брысь. Брысь, брысь. Брысь, брысь. Оба, оба, оба. Только папа отошелся. Для тебя довольно безвкусно. Мне нравится прям. Запеченная. Ты знаешь, очень нежная. Мне нравится она очень прям нежная. Может, потому что она так тонко нарезана, прям очень тонко. Тебе не понравилось? Ну, по-моему, немножко суховатная. Ну, как-то буженина, по-моему, называется. Запеченная? Угу. Ой, мне понравилось. Я бы прям еще такое взяла. Сунис, сунис. Когда съедим, я такую себе могу взять. Ну, тоже такой маленький кусочек. Это похоже на хорошее запеченное мясо. Угу. Очень нежное. Да, вкусов лишних нет. Ничего такого нет. Нормально. Угу. Так, первое продегустировали. Очень вкусно. В общем, друзья, мы все поперепробовали. Вот это все-таки в топе. Прям очень вкусно. У нас, знаете, еще... У нас животные обожают. Животные прям съели по кусочку. И даже масел. Он обычно долго ему солит. А тут прям съел с удовольствием. В общем, очень натурально, очень вкусно. Вот эти вот две соленые. Вот это особенно соленая, которая вот в блэк вот этой вот корочки, которая потемнее. Очень сильно соленая. В общем, в салат надо порезать. Вот это менее соленый. Ну, вкус такой же, по сути. Вот. Но вот это просто в топе. У нас капец погоды. Дождь, дождь, дождь. Да, ну насладишься погодкой. Насладюсь. Мне нравится. Ко дому сидишь. Давай, вперед. Да, дома-то, да. Это точно. Машину отогнать надо. Ой, хорошо. Класс. Давно небо. Ой, надо, знаешь, что? Надо эти вытащить. На дождь. Пусть... Поставить. И полить тоже попозже. Стоят. Мокнут. Чё делать-то? А, вот, огнать. Оба уезжает с мусором. Ой, 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 ой. Ой, ой. Ну, вы знаете, тепло. Там мы приедем на кабриолете. Да? Открывай крышу. Любитель поездит на кабриолете. Чё такое? Сейчас бы... А, нет. Показалось. Объявление. У нас когда радио начинает барахлить, значит, объявление какое-то будет. Либо что-то с полицией связано, ну, что-то, какое-то преступление важное, либо ураган, торнадо, еще что-нибудь. Всё, я обратно домой. Поехал. Так, ну что, польются они здесь или поливать их потом? Ну, посмотрю, какой дождь будет. Если чё, я пока их так орошить сверху водицей. Потом если чё полью. Чё, Маша? Ой, чё, помой. Ты же только что спал. Ну, пойдемте. Вы оба только что дрыхли. Пойдемте, пойдем, Мася, пойдем. Я тебе помогу, пойдем. Мама тебе поможет, пойдем. Пойдем. Мася сейчас намыла глаза, намыла уши. Он у меня чистый котик, красивый. Сейчас спать будет. Жора даже не шелохнулся. Никого не провожал. Ложись, спи. Ложись. У нас релакс. Самый раз в такую погоду поспать. Сейчас помыла кошкам фонтанчик их. Налила им родниковой водицы сюда. У меня там стирка еще глобальная. У меня сейчас никого нет. У меня все разъехались. Я там занималась стиркой фонтанами. Да, Милочь? Сейчас за монтаж сяду. Сейчас все мои красавцы разлягутся вокруг. Смотрите, везде какая темнота. Темнота. Да, Милочь? Ну, хорошо. Прям как-то, знаете, необычно для Флориды. Все, ложись, ложись. Как будто ураган собирается к нам. Я сейчас сажусь пока за монтаж. Поставила себе морковочку. Хочу морковочку поесть. Я, правда, сыта. По самое не хочу. Столько съела. Но у меня просто лежало лишнее. Ну, не лишнее, а в общем, доем. И помонтирую пока. Погуляли? Намокли? Мокрая, Милка, да? Вонять будешь? Ой, Жорик, спасайся. Что, мокрая сильно? Да не, не сильно. Но вонять будешь, да? Маш, ты Лёва встретишь? Ой, ну тебя. Смотрите, встреча. Все спали. Все спокойно спали. Пришла Маша. Все встали. Ну, Мила, понятно, гулять унеслась. Этот сидит, как сонная муха. Причем сидит-то. У Маши борщ. Она тоже. А что, помидорки просто и все? Без зелени? Зелени хватит. Ты видала шпинат? Я шпинат же докупила. А, там еще шпинат. Кушай. Так, я тут варю супчик. Майся, да иди ты спи уже. Смотри, его огромные глаза. Маленькие щелочки. Да, это тоже пришел. Жиря. Жорик. Спят на ходу. В такую погоду и не спать. Они прям с утра, вот мы уже пришли, они прям с утра как упали. И баньки. Мася залез на кровать Кати, там спал. На тебя выскочил. Час обратно пойдет. Так, дождя нет. Лева дойдет сам. Вроде нету. Нету. Он дойдет сам. Не надо его встречать. Утка замерзла. Холодно. Так, пришел Лева, обедает. Я поехала за детьми. Тебя погуляли уже в 108 раз, да? Я уже поехала за детьми. У нас с погодой ничего не изменилось, еще и холодно стало. Вот. Я сегодня, у меня глобальная стирка, просто глобальнейшая. Я не знаю, как у меня стиральная машина и сушильная вообще справляются с моей стиркой, которая каждый раз просто в промышленных масштабах. Ее не глобальной не бывает. Поэтому я не знаю, как там справиться. Нам уже стиральную машину, кстати, меняли. Мы уже показывали, у нас новая стиральная машина. Нам ее один раз меняли на новую абсолютно. Та износилась, и нам поменяли ее на новую. Но нам досталась не новая изначально машина. Сушилка пока держится. Пока все хорошо, пока держится. Я не знаю, как она справляется. У меня огромное количество. У меня только полотенец, я не знаю, сколько. И как-то вот она справляется. Посудомоечную машину нам так вообще два раза меняли на новую. Два раза. За три года, вот, получается, мы здесь. В августе будет три года. У меня же лаврик немножко заболел. Не знаю, сейчас его встречу, сейчас посмотрю, какое он. Но весь день просидел в школе, все нормально, никто не звонил, все нормально, значит, не знаю. Но ночь была довольно тяжелая. Он просыпался, у него небольшая температура. Он все время просил с ним полежать, за руку все время держал. В общем, ночь была все время за руку, не пошевелится ничего. Но, не знаю, посмотрим. Сейчас его встречу посмотрим. Надеюсь, не разболелся. Ну, вот, сейчас вот уже полдня прошло. Не знаю, видимо, как-то высидел в школу. Сейчас посмотрим. Катя вроде нормально. Ну, не знаю, может и по цепочке быть, сейчас еще и Катя может заразиться. Ну, посмотрим, не знаю. Вроде не разболелся. Не знаю, ну, просто если уже полдня прошло, и нам никто не позвонил, значит, все нормально. Наверное, температуры не было. Посмотрим. Еще такая погода, я бы так хотела, чтобы он в кофте был, а он категорически не одевает кофту. Вот, категорически. Ну, еще, по крайней мере, ну, вот сколько? Сейчас 72. В принципе, нормально. Просто ветер сильный, и вообще нет солнца. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он в кофте был, потому что они гулять ходят там, по-моему, в любую вообще погоду. Дождь, не дождь. Ну, не знаю, сегодня, может, не ходили, потому что сегодня весь день прям дождь. У меня так цветочки полились. Прям мокрая земля такая. Прям, видимо, сильный дождь был. Я так монтировала в ухе и не слышала особо сильный. Он там был не сильный. Маша уже пришла, рассказала, что сильный был дождь. Сейчас посмотрим. Надеюсь, не разболелся. Так, приехали. Автобус приехал. Сейчас прибегут. Дождя нет, я не выхожу. Добегут сами. Так, один идет. Сильней. Сил нету. Садись. Так и не одел кофту. Мама, я видела, что он спал на автобусе на его бэкбэк. Да, тебе нехорошо. Ты так и не одел кофту, я смотрю, да? Ай-яй-яй. Она много одел кофту. Катя, как в костюме просто. Двигайся, Лавр, подвинься. Я много не снимала кофту. Ты не снимала сегодня кофту вообще, ты хотела сказать. Закрывай. Катя, сколько силы, какая молодец. Безумая моя. Мама, ты можешь двигать. Так, мы приехали. Ну, давайте, показывайте. Киндер? Это там было, на книжной ярмарке? Это у мальчика была мама и папа, и у них есть гефт. Наверное, день рождения был у мальчика? Нет. Нет? Катенька, а ты что купила? Это было бэкбус. Ничего. Я давала им по 10 долларов каждому, и они накупили всякого бэкбэка. Не, они не купили. Катя, покажи, что там в пакетике. Не купили. Не купили книжку? Ну, за свою всякую ерунду накупить. Это классно, классно. Это весело. Ух ты, для геймеров, да? Для геймеров. Это надо пить милк. Пить милк. Ну, милк окей. А это что? Это твой пакетик, Лавруша? Да. Катенька, а у тебя что? Ничего. Ничего? Ты ничего не купила? Нет. А чего? Это татуировка! Татуировка. Да. Это, наверное, когда искупаешься, да, татуировку можно наклеить? Понятно. В общем, какой-то ерунды накупили. И киндер. Ну, киндер, давай не сейчас, а после еды, Лава. Так, все, давайте подниматься. А, это игрушка. Ой, ой, осторожно. Так, ну все, по всей машине. Пойдемте подниматься. Покажи. Я думаю, это лего какой-то. О-о-о. А почему он так? А как он рисует? А, это все цены. Ну-ка, так, смотри. Это маркер. Это каждый маркер? Точно, это каждый. Ух ты, это каждый карандашик как будто бы, да, маркер только. Классный. По высоте. Круто. Ты это купил на ярмарке? Нет, это дайкер. Понятно, это, в общем, у мальчика какой-то день рождения было. Нет! Нет? А что тогда по пакетикам, как на день рождения раздают? У каждого мальчика другое. А у каждого такой пакетик дали? Да. Ну, понятно, тогда все понятно. Американская традиция, детский день рождения, отмечать каждому еще по подарочку. В пакетике у каждого одинаковые будут подарочки. Здесь маркеры, тиндер. Все, все, пойдемте, все. Давайте, выходим. Расселись тут. Сидим. Выпрыгивай. Я возьму сейчас твой бэкпэк. Выходи, Катюк. Катя, молодец. Вообще не снимала кофту, да? Нет. Мама, посылка! Да? Да. О, Господи, точно посылка. Так, все, давайте заходите. Я возьму ваши бэкпэки. Сейчас посмотрим, что там за посылка. А, я знаю, что это. Так, посылочки. У меня трубочки пришли. Нет, Мила, здесь тебе ничего нету. Нет, это не тебе. Так, это я потом покажу. Это я себе лосины заказала на размер поменьше, расскажу. И вот такая вот большая вот family size. Ой, немножко хлопья, которые у меня дети утром едят. Здесь в магазине такие не купишь, я уже рассказывала. И мы заказываем их в интернете и на Амазоне просто. Так, сейчас хочу посмотреть, кто у меня что ел. Я так понимаю, лаврик. Нет, по-моему, легкий такой, облегченный вроде съел. Ну, почти. Ну, можно сказать. Не, ну, ягоду всю съел, рыбки съел, печеньку съел. Ну, это ладно, еще нормально. Когда он прям болеет, он вообще ничего не ест. Так, все более-менее. Катя, нету, Мила, нету. Ничего тебе нету. О, красотка. Красотка. Еще один. Ага. Ну, почти. Ну, это бумажка. Ага. Ну, в принципе, почти тоже съел. Сама я здесь трюс. Смотрите, белая снежка наша. Да, Лиза орет, заходит, как резаная, как всегда. А я же знала, что стихий час. Никто не знал, и я не знала. И мы тут орем. Жорочка, какой ты молодец. А всегда с Машей рядом. Всегда согреет Машу. Да пожалеет. Какой ты молодец у нас. Он свою жопу греет. Он хороший котик. Скажи, что ты сказала? Что ты сказала? И Лиза какой-то орет, как резаная. Машка и не слышит ничего. И ты здесь. Да, и ты здесь. Так, дети покушали. Собрала им пока ланчбоксы. И скупала. И у нас осталось, в общем-то, два школьных дня. И потом выходные. Что она делает? Что хотела? Ничего, тут уж нет. Иди посмотри. Может, Маша проснулась. Иди посмотри. Где Маша? Где Маша? Где Маша? Иди посмотри. Иди. Пойдем проверим. Маш, она что-то хочет. Может, гулять? Она прям прыгает и прыгает. Несколько раз на меня уже прыгнула. Я не знаю, что она хочет. Мила, гулять? Гулять, может, хочет? Мила, гулять? Маш, ты спишь очень давно уже. Что ты ночью-то делать будешь? Не, мама, гулять, пожалуйста. Гулять она хочет, Маш? Маша, ты часов пять спишь. Вставай. Что ночью-то делать? Мила, гулять? Мила, гулять, пойдем? Ну, пошли. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, 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 пойдем. Так бы и сказала, что гулять хочешь. Пошли. Еще вообще не потеплело нисколько. Завтра вроде как тепло. Но пока холодно. Мила, нет. Мне холодно. Пойдем, Маша с тобой уже погуляет. Пойдем, пойдем. Не, 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 я не пойду. Мила, нет. Я без кофты пошла. Пошли. Она звали, а? Все, иди. Иди к Маше. Иди, буди Машу, иди. Че, ты лошадь. Иди, иди Машу, буди. Так, пришел папа. Сейчас Катя даст, сейчас даст. А будем мультики смотреть. Папа пришел. Доедает борщ. Подогрелся? Да. На, Китик, я тебе дал эту трубочку. Китик, иди, тебе дал папу трубочку. Папа, Досюк. Ну, они сейчас будут в тебе банке открытые стоять. Ну, этот да, этот писяк. А Катя один глоток, все, можешь отдавать. Да, она не будет. Сейчас, сейчас, сейчас. У него просто модная трубочка. Ему надо этой трубочкой. А у всех сфиксов просто попить из трубочки. Ему надо открывать, если просто стоять. Да, ну, конечно. Им же пять, шесть, шесть. Сколько вам лет, дети? Шесть, семь лет. Ты зелень добавил? Ты зелень добавил? Сметану, зелень, все. Молодечек. Чтобы хлеба добавить. В холодильнике. А я вам буду дарим разносовки. А, да, Маша не доела еще больше. Ой, не пролей лавр, пожалуйста. Так что, оптом дешевле, да? Нет. Первая часть? Нет. А потом вторая, если мне сейчас зайдет. У них много детей? Да. У нас прям много-много. Ну, там больше, чем у нас. Да, мы на две детей. Больше снова девочек. Да ладно. Лиза тоже сейчас поела. Ну, там они одну тарелку на двоих разделили. А, да, я не ел, да? Лёва тоже ел. Ел, ел. Он пришел из школы, ел. А вы одну с Лизой на двоих разделили. Хватит. Я еду на носниках вообще. Да? Слушай, что же это-то так? Ну, не знаю. Ну, давайте сварю еще. С ребрами или с мясом просто? Ну, вообще, все равно. Все равно. Хоть с курицей, да? Нет, по-моему, не с курицей. С говядиной. С курицей, да. Конечно, с ребрами было лучше. Чем больше мяса, тем лучше. И не важно, ребра не ребра, главное, побольше мяса, да? Ну, в этот раз там много прям мяса было. Прям очень много. Ну, да. А может, просто хочется, конечно, ввести какие-нибудь мяско-погрызть косточки. А, погрызть тебе надо? Пососать косточки? Погрызть. Погрызть прям? Я правильно выразил, что надо мне исправить. Да. Окей. Как-нибудь. Когда-нибудь. Как там в песне? Когда-нибудь. Добрый вечер. Хотела сказать good morning. Маш, я не знаю, сколько ты спала. Часов пять-шесть. Как пришла. Мило погуляла, так и свалилась. Не знаю. А куда ты едешь? А ты куда? Маш, ты куда? На куртку. В конде. Какой? Я не знаю. Ты уверена? Я не видела. Лев! Да, серая моя. Лев точно не знает, где твоя куртка. Нет, но она сидела за... Лев! Короче. Мам, возьми. Все, насмотрелись? Да, мам. Все, пошли погулять. Жора, пойдем. Все, достала им самокатики. Ну, так, в принципе, тепло. Лавруш, оденешь кофточку? Ну, так, в принципе, не холодно. Ну, давай, Маша, он все равно не оденет. Давай эту кофту. Он не оденет, бесполезно. Катю ей заставлять не надо, а этот не оденет. Ну, давайте, 15 минут погуляйте. Идите, идите. Они из этих самокатов уже давно-давно выросли. Надо купить нормальный такой электрический самокат для меня, чтобы вообще ничего не надо было делать. Полить, не полить, не знаю. Вроде все мокрое. По-моему, хороший дождь прям прошел такой. Не надо ничего поливать. А тебе? Нет, надо полить. Пойду я полив все-таки. Пойдем, пойдем, котик, пойдем. А у меня пока вечерний разбор бардака. Сборка, разборка, точнее дивана. Столько всякого мусора заодно повыкидывала, пока дети не видят. У меня посудомойка. Загружаю следующую. И уже скоро укладывать детей в спатеньки. У нас у Кати просто недосып. Она же недоспала тогда. Помните, я рассказывала. Она часа три недоспала. Три или четыре даже. Она недоспала. Она не спала тогда полночи. И у нее вот этот недосып на ней сказывается очень сильно. Она начинает психовать периодически. В общем, она пока эти три часа не доспит, ничего не изменится. Поэтому я сегодня их пораньше уложу. Так, дети пришли, погуляли. Но спать не кладутся. Я говорю, что Бэтвен? Да, ты Бэтвен? Я говорю, что Бэтвен? Маш, ты слышала? Ой, Маш, ты добавишь в бачках написано. Ага, видишь. Катя, я говорю, что Бэтвен? Все, давай я себе. Маша, что-то себе готовят кушать. Игра даже еще не началась. Можно старт нажать, ай, уже. Что такое старт? Так, никак не кладутся. Лаврик играет в два почему-то Ай-Пэринга. Один то ли снимает на него, Вот, Оля, что он делает? И что-то комментирует. Снимает, видимо. Почему одеть его не можешь? Как два дня, я себе туда. Там Мэйсон? Нет. А, Юникорн. Так, все, мы уже ложимся спать пораньше. Никак не получилось лечить пораньше. Легли поздно опять. Катенька опять немножечко. Ну, не знаю, сейчас буквально чуть-чуть совсем. И заберу Ай-Пэды. Этот гном спрятался под одеяло. У него небольшая температура. Его морозит. В общем, прячется под одеяло. Открыть невозможно. Вы мне писали, как же так. Температура еще больше. Ну, когда морозит ребенка, он прячется под одеяло или потеплее, чтобы было. Или под горячую воду. Когда купается, прибавляет себе еще больше горячей воды. То есть ему холодно, когда вот она, температура. Вот его штормит туда-сюда, то вверх, то вниз эту температуру. И вот пока его морозит, он прячется. Поэтому здесь я не могу его раздеть, чтобы он лежал весь в мурашках и мерз. Ну, это, конечно, зачем это делать вообще? Не удалось, конечно, пораньше лечь. Ничего не поделать. И с Катей сейчас еще читали. Разукрасила она звезды. Звездец просто. Мама говорит, ну, какая разница? Можно же и так. Разукрасила и разукрасила. Ну, окей. Разукрасила. В общем, вот так вот. Читали текст. Вот такой вот у нас текст. Усложняется. Усложняется с каждым разом по чуть-чуть. Но, в принципе, они довольно простые. Но сложнее гораздо, если сравнить с первым, который был текстом. Вот нам выдают на неделю текст, и мы читаем. В основном читается все, как пишется, так и читается. Но уже в перемешку со словами, которые не так читаются, как пишется. Поэтому так по чуть-чуть, по чуть-чуть усложняется. И вот так вот мы разукрасили звезды. Ладно. Все, друзья. Всем пока-пока. И, как всегда, до завтра. Увидимся с вами, как всегда, на том же месте, в тот же час. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok